А какой твой любимый фильм ужасов? Фауст 21 века представляет Приветствую вас, мои дорогие и кровожадные печеньки. В каждом городе есть дом, в котором живет чудовище, которое убивает людей. Вы спросите, откуда берутся эти чудовища? И это действительно хороший вопрос, на который сегодня мы постараемся ответить, глядя на жизнь Ричарда Куклинского. Меня зовут Фауст 21 века, и добро пожаловать в Колыбель Ужаса. Субтитры подогнал «Симон» Колыбель Ужаса Ричард Леонард Куклинский родился в пригороде Джерси-Сити, штат Нью-Джерси, 11 апреля 1935 года. Его отец, Стэнли Куклинский, польский эмигрант, работал простым кондуктором на железной дороге Лакована. Мать Ричарда, Анна Макнелли, была родом из крайне религиозной семьи ирландских эмигрантов и придерживалась чрезмерно жестоких мер в воспитании детей. Ричард рос довольно в суровом районе и нестабильной семье, постоянно подвергаясь травле со стороны детей и жестокому обращению со стороны родителей. Его отец был алкоголиком, который, не задумываясь, мог жестоко избить всех детей и жену. В ярости Стэнли мог бросить свою жену через комнату и бить своих сыновей, Флориана и Ричарда, стульями, метлами и кулаками, пока дети не теряли сознание. Однажды он даже сломал Ричарду руку в пяти местах. Ричард был вторым из четырех детей. Младший брат, Джозеф Куклинский, впоследствии, в возрасте 19 лет, изнасиловал и убил 12-летнюю девочку. Когда Ричарда спрашивали о его брате, он говорил... У нас с ним один отец, и этим все сказано. Какое самое худшее наказание вы получили от своего отца? Они все были не самыми приятными. Он оставил свой след на мне. Он делал это все, когда вам еще не было 11-ти? Да, я был маленьким. Все было еще хуже, когда он был пьян? Со Стэнли не было особенной разницы, пил он или не пил. Он был отвратительным ублюдком и всегда таким будет. И даже когда он умер, он остался сукиным сыном. Насилие по отношению к старшему брату Флориану достигло высшего пика, когда Ричарду было пять лет. После нескольких ударов Флориан упал и ударился головой, и так и не смог прийти в сознание. Пятилетний Ричард лишился лучшего друга. Учитывая все эти мучения, которые он испытывал дома, Ричард читал Флориана своим единственным другом. Во время опроса полиции семья Куклински соврала. Они сказали, что их сын умер из-за несчастного случая. Он потерял равновесие на лестнице. Убийство ребенка сошло Стэнли с рук. Но воспитывать детей с помощью кулаков и подручных средств отец не перестал. Смерть брата оставила у Ричи неприятные ощущения. И всю свою оставшуюся жизнь он очень сильно ненавидел своего отца. Так как Анна боялась Стэнли, то она не вмешивалась или тоже била своих детей, когда ощущала в этом потребность. Хотя однажды в одной из ссор она воткнула Стэнли в спину нож. Но это только привело еще к большим побоям. Она не решалась развестись со Стэнли и все чаще стала обращаться к религии и уходить из дома, чтобы помолиться в церкви Святой Марии. В такой невыносимой обстановке Ричард стал болезненно застенчивым и неловким ребенком. Другие дети его возраста видели в нем легкую мишень и нередко дразнили его из-за внешности. Он был худой, высокий и очень слабый. Одноклассники смеялись над ним и называли тупым поляком и чучелом. Все словесные оскорбления и физическое насилие начало подрывать состояние Ричарда. И чем старше он становился, тем больше в нем развивался его внутренний демон. В какой-то момент Стэнли перестала интересовать его семья, и он стал изменять своей жене. И в конце концов исчез. У матери Куклинского осталось на руках трое детей. И ей не оставалось ничего, как много работать в компании по упаковке мясных продуктов. Ричарда она заставила быть мальчиком при алтаре в церкви, куда ходила его мать. Она мечтала, чтобы сын стал священником. Монахини в католической гимназии научили его бояться Бога. Ричарду доставляло удовольствие играть роль клоуна в церковном классе, за что монахини и священник били его железной линейкой и Библией. Будучи часто избитым своей матерью и монахинями, Ричард начал презирать свою мать и саму суть религии. Ричард заявлял, что все священнослужители были просто шайкой садистов, действующих под прикрытием религии. Они использовали Бога, чтобы пугать и манипулировать людьми. Ричард был твердо убежден, что если бы Бог и существовал, то он не допустил бы такого насилия над невинными детьми, каким и был сам Ричард. Неудивительно, что Ричард начал давать выход своей агрессии на животных. Умный и жестокий, Ричард заманивал бездомных собак и кошек и изощренно издевался, а затем убивал беспомощных зверюшек. Он обливал собак бензином и поджигал их. Котов он выбрасывал в мусоросжигающие печи и избивал их до смерти молотком. Крики и боль животных доставляли куклинскому удовольствие. За короткое время Ричард смог значительно сократить количество бездомных животных на улицах, пробуждая все сильнее своих внутренних демонов, которые начали все ярче проявляться внутри него. Став более зрелым, Ричард начал переключать свою агрессию на людей. Вместе со своим младшим братом и сестрой, Джозефом и Робертой, они начали искать и перебрались в новый район, в котором работала их мать. К этому моменту Ричард был уже достаточно уверен в себе и мог украсть и навредить всему, что его окружало. В своем районе он был 13-летним одиночкой, и у него не было иного выхода, кроме как самому о себе заботиться и содержать себя. Банда из шести мальчишек, которые называли себя Project Boys, начали оскорблять и издеваться над Куклински. Таким образом, такое словосочетание, как «тупой поляк», сопровождали Ричи почти всю его молодость. В нем копилась невероятная злость. Вместе с этим он понимал, что-то нужно делать. Однажды в 1949 году, поздним вечером, Ричи начал преследовать лидера банды, которые терроризировали его. В руках Ричи держал 70-сантиметровую штангу от платинового шкафа. Буквально за секунду внутри Ричарда наросла вся та злость по отношению к его отцу, церкви и всем, кто его травил. И он так сильно ударил мальчика, что случайно убил его. Сначала он запаниковал, но потом осознал, что впервые за свою жизнь он почувствовал силу и контроль. Со словами «я больше никогда не позволю никому меня унижать» Он украл машину и два часа ехал в южную сторону Джерси, вытащив тело из багажника и выбросил тело с небольшого моста в замерзший бассейн. Ричи гордился тем, что он сделал это. И он понимал, что изменился. Этот обидчик больше никогда его не потревожит. Его первое убийство будет далеко не последним, но именно благодаря нему он почувствовал себя живым. Молодой человек по имени Ричард знал, что он сам отвечает за свою жизнь. Никто не будет вмешиваться в его судьбу. Он бросил гимназию и пытался найти хоть какую-то работу. Позже Куклинский создал свою банду и назвал ее «Восходящей роза». Вместе мальчишки вторгались на склады, совершали кражи в магазинах и воровали у состоятельных людей. Успех в криминале заставил Ричи встать на путь преступлений. У него впервые появились свои деньги. Люди боялись, когда видели, что Ричи идет по улице в своем дорогом костюме. Уличная популярность Куклинского росла. И благодаря этому Де Кавальканта, попав в эту криминальную семью, Ричард и его банда участвовали в мафиозных разборках и похищениях. Перевозили наркотики, охраняли клубы, запугивали свидетелей и выпивали деньги. Поняв, что Ричард хладнокровный преступник и что у него не было никаких угрызений совести, преступник Альберт Перензи попросил убить Ричарда членов своей команды, так как им больше было нельзя доверять. Выслушав инструкции без каких-либо эмоций, Куклинский застрелил двух членов своей банды, когда они меньше всего этого ожидали. Теперь он был один, без своих людей, и семья Де Кавальканта увидела в нем новый потенциал и пожизненную карьеру. Симон Де Кавальканта, один из глав семьи, оценил способности парня и приставил его к главному наемнику и убийце семьи, Роберту Пронжу по прозвищу Мистер Софт, который в то время считался одним из самых жестоких убийц Нью-Йорка. Всех своих жертв он подкарауливал, сидя в своем фургончике для мороженого. Под его началом Ричард быстро изучил все способы убийства. Нож, веревка для удушения, пистолет, граната, различные яды. И именно он научил Ричарда применять хитроумную тактику, чтобы нельзя было установить время убийства. Они сливали кровь из убитых, расчленяли и замораживали тела. Именно это и станет в дальнейшем визитной карточкой Куклинского, в будущем получившего его каноничное имя – Айсмен, Ледяной Человек. В 1950-е стали периодом преступлений и безжалостных убийств в жизни Куклинского. Практически каждый человек в Джерси-Сити и в городе Хабокон точно знали, кем был Куклинский. Теперь, работая вместе с семьей Де Кавальканте, убийства стали второй натурой Ричарда. Если хоть кто-то смел обидеть Ричарда, или бросить на него холодный взгляд, с невероятной скоростью он нападал на этого человека и убивал его. К этому времени Ричард стал довольно крупным, но при этом он очень быстро двигался, и тем самым заставал людей врасплох. Я убил более сотни человек в молодости, пока я еще никого не знал. Слишком близко. В какой-то период своей жизни я убивал людей ни за что, даже если кто-то просто не так на меня посмотрел. Срезал их, стрелял в них. Так как он постоянно носил с собой свое оружие, многие бездомные и пьяные посетители баров, перешедшие дорогу Ричарду, были убиты. Бывало, что он просто гулял по ночным улицам, и пробовал новые способы убийств на бездомных. Но полиция так и никого не заподозрила в этих преступлениях, посчитав это разборками среди бомжей. Кроме бродяг, он мог напасть и на просто случайного прохожего. К примеру, он убил автостопщика, показавшего ему средний палец, и нескольких автомобилистов, конфликтовавших с ним на дороге. Однажды он заживо сжег дорожного полицейского, который остановил его на пустынном шоссе, чтобы выписать штраф. Как-то раз Куклинский застрелил человека из арбалета. Просто так, потому что он купил новую игрушку. И очень хотел ее испытать. И как вы уже поняли, Ричи был очаровательным человеком. Когда Ричард получил указание убить членов других криминальных семей, то он избавлялся от тел, выбрасывая их на свалки старых автомобилей и в ямы в лесах, где их обгладывали крысы. Однажды он получил задание убить продавца. Притворившись клиентом, Ричи попросил провести тест-драйв, после чего он ударил продавца и тут потерял сознание. Он положил его тело в машину и поехал в Южный Джерси, где он привязал свою жертву к дереву. Ричарду было дано указание доставить жертве как можно больше боли перед убийством. Он использовал топорик и лопату, и бил имя по коленям, и лодыжкам жертвы. Затем по одной отрубал руки жертвы. Ричарду показалось, что мужчина недостаточно испытал боль. И поэтому он проехался по голове продавца машиной. Семья Дековальканта была под большим впечатлением. И они поняли, что Ричард был предназначен для работы наемным убийцей. К началу 1960-х Куклинский убил 65 человек. И он был уверен, что его карьера и убийство будут только процветать. Но это было не так. Преступная жизнь изменилась. Запросы на убийство и угоны поступали не так часто, как раньше. Все свои заработанные деньги он стал тратить на азартные игры. Обычно ему платили по 20 тысяч долларов за одно убийство. Вскоре он стал понимать, что деньги вот-вот закончатся. И в этот момент его босс Герман стал жертвой мафиозных разборок. И его застрелили в собственной кухне. Для семьи наступили трудные времена. И Ричарду приходится бросать заказные убийства. И он устраивается на работу в транспортную компанию. Там Ричард познакомился с любовью всей своей жизни. Барбарой Педричи. Красивой молодой женщиной из итальянской семьи. Вскоре Ричарда уволили за то, что он разговаривал постоянно с Барбарой. И в связи с этим Барбаре стало жаль Ричарда. Она пригласила его на чашечку кофе. Куклинский стал все больше интересоваться Барбарой. Практически всю свою жизнь он имел отношение с проститутками. К которым он не испытывал никакого уважения. Но Барбара была чиста и благородна. Именно это он хотел видеть в женщине. Пара начала встречаться. И эти отношения привели к нездоровой одержимости ей. Встречаясь с ним, Барбара теперь чувствовала, что словно попала в ловушку. И словно тиски, он сжимал вокруг нее все пространство. Он хотел быть с ней все время. И совершенно ей не давал личного пространства для встреч с друзьями. Ее семья переживала так, как они видели, каким собственником стал Куклинский. Однажды она открыто поговорила с Ричардом и сказала ему, что хочет проводить больше времени с друзьями без него. При этих словах его взгляд стал холодным. Он усмехнулся и не будучи способным сдержать свою злость, он ударил Барбару ножом со спины в левое плечо. И пригрозил, что если она уйдет от него, то он убьет всю ее семью. И тут Барбара увидела истинное лицо Ричи. Но испугавшись за свою семью, она поняла, что у нее нет выбора. Кроме как терпеть плохое обращение Ричарда ради своих любимых. Барбара узнала, что Ричард все время носил с собой оружие. И у него были серьезные проблемы с пристрастием к азартным играм. Но несмотря на все это, в конечном итоге Барбара стала его собственностью. Вскоре Барбара забеременела. Но у нее случился выкидыш. После того, как Ричард избил ее из-за того, что застал ее курящей. При этом не стоит упускать важный момент. Куклинский уже был женат. И в этом браке у него родились двое сыновей. Ричард младший и Дерит. Семье Барбары этот факт очень не нравился. Не испытывая никаких чувств к своей жене и детям, Ричард наконец разводится с ней и женится на Барбаре. Не прошло и нескольких недель, как она снова забеременела. Но снова случился выкидыш. После этого Ричард стал бить Барбару прямо на глазах у ее семьи. И ломал ей нос несколько раз. Проявляя точно такое же поведение, как и его отец, к его матери. Барбара видела в Ричарде две стороны. Романтичную и заботливую. И невероятно жестокую. Она это назвала хорошей Ричи и плохой Ричи. Благодаря усилиям деда Барбары, Ричард устроился на работу в лабораторию по обработке кинопленки, располагающейся на Манхэттене. После трех выкидышей в марте 1964 года у пары появился первый совместный ребенок. Дочь Мерик Куклински. Несмотря на то, что Ричард стал отцом, он хотел большего для своей семьи. Поэтому он снова вернулся к своему старому занятию. Угону. Чтобы заработать на жизнь. Но при этом он не бросал работу в лаборатории. Вскоре Барбара снова забеременела и вторая дочь. Ее назвали Кристин. Так как Куклинского все так же не устраивал его заработок, он стал заниматься в ночную смену в лаборатории, незаконным распространением и производством порнографии. Барбара не знала, что Ричард проводит долгие часы, занимаясь пиратством порнографических фильмов на пленке. Вскоре Ричард заводит знакомство с Роем Демио, солдатом преступной семьи Гамбино. Ричард должен был ему вернуть долги. Рэй пригрозил Ричарду, что тот должен людям из порной индустрии. И вместе со своими подручными, Рой серьезно избил Ричи. Он это запомнил навсегда. Когда долг был выплачен, Ричард начал работать под Роем и его бандой. Эти люди специализировались на заказных убийствах. Куклинский снова вернулся на путь преступлений, грабя и убивая людей, которые не нравились Рою. В качестве проверки Рой приказал Ричарду выйти из машины и убить невинного человека, который выгуливал собаку. Без каких-либо колебаний Куклинский вышел и застрелил мужчину. Пораженный Рой знал, что Ричард был хладнокровным и не проявлял никаких эмоций. С тех пор Куклинский брал заказы на убийство у всех пяти крупнейших мафиозных семей Нью-Йорка. К этому времени Барбара забеременела в третий раз. И у счастливой семейной пары родился третий ребенок. Мальчик, которого назвали Дуэйн. Каким вы были со своими детьми? О, с детьми? Сейчас вы говорите совершенно о другом. Вы говорите о белом и черном. Нет ничего такого, чего я бы не сделал ради своих детей. Ничего. Я убил бы всех в этой комнате ради них. Просто чтобы вы поняли. Я не говорю, что хочу это сделать. Но я мог бы. Если бы это нужно было ради них, то я сделал бы это, не думая дважды. Это может меня расстроить. Сделать мне больно. Но я сделал бы это. Я ответил на ваш вопрос. Муж, отец и наемный убийца. Семья Ричи не имела представления, чем он занимается на самом деле. Работая вместе с Роем Демио, он постоянно убивал людей. Ричард уходил из дома, когда это было нужно. Рой считал свою банду убийцами-психопатами, в то время как Куклинский был его секретным оружием. Куклинский избивал свою жену Барбару на глазах у своих троих детей. Они опасались своего отца. Ричард нередко приходил домой в ярости и избивал Барбару. Но при этом он не трогал детей. Барбара кричала на него, что только усиливало его жестокость. Ричард был невероятно силен физически. Однажды он выбросил из окна огромный обеденный стол, который был настолько тяжелым, что потребовалось четыре мужчины, чтобы внести его обратно. Барбара всегда была рада и спокойна, когда он уходил. Временами, когда Ричард возвращался домой в хорошем настроении, то он был лучшим отцом и мужем во всем мире. Имея при себе большие деньги, он покупал жене и детям все, что они хотели. Без каких-либо вопросов и с улыбкой на лице возил свою семью в Дисней Уорлд и отправил дочерей в лучшие университеты. Он также устраивал барбекю на заднем дворе и вызывал у многих чувство восхищения. За 30 лет Ричард убил более 200 людей разными методами, что ставило в тупик расследование. Ричи использовал все возможные методы убийства. Ружья, ножи, взрывные устройства, сожжение, удушение, бензопилу и его самое любимое отравление. Куклинскому нравился цианит тем, что после него летальный исход наступает моментально, а следов яда практически не остается. Тела некоторых своих жертв он помещал в бочки из-под нефтепродуктов, которые потом свозил на сфалке или сбрасывал в гудзон. Куклинский проявлял особый интерес к скармливанию своих жертв крысам. Он нередко устанавливал камеру и снимал все эти действия от начала до конца. Крысы появляются в подвале, начинают ползать по телу и в конечном итоге вонзаются в него. Человек кричит. И от этих криков все больше и больше крыс нападают на него. Медленная и мучительная смерть. Даже люди, которые нанимали Ричарда, боялись его. Никто из друзей, соседей и домочадцев, конечно же, даже не подозревали о том, чем занимается и чем зарабатывает на жизнь их милые речи. Для окружающих он олицетворял образ преуспевающего бизнесмена и примерного семьянина. Каждое воскресенье проводил в церкви, помогая священнику со службы. Кто бы мог, глядя на него, подумать, что он делает других жен вдовами, а детей сиротами. Все считали его успешным человеком, работа которого была связана с финансами и постоянными командировками. Из-за заказов мафии Куклинскому нередко приходилось срочно уезжать, в любое время дня и ночи, чтобы выполнить тот или иной срочный заказ. Он беспрекословно выполнял приказы мафии, но в кругу семьи нередко сетовал, что ненавидит свою работу и когда она отрывает его от семейных обедов. По выходным, и особенно если она не позволяет ему провести семью и Рождество. В это время он брал по 50 тысяч долларов за исполнение заказа, а Айсману не было равных. Кличка окончательно закрепилась за ним после того, как в сердце одной из жертв теплым осенним днем судмедэксперты нашли нерастаявший кусочек льда. Работая вместе с Роем, Ричард часто посещал бар Джемини, где Рой и его итальянская банда убивала и расчленяла тела, а также производила сна в порно. Метод убийства получил название метод Джемини, а бар стал настоящей бойней, где тела жертв находили свой последний приют. После серии неудач, Рой стал совершенно неорганизованным, и Ричарду это не нравилось. Куклинский не хотел, чтобы хоть одно его преступление затронуло жизнь его семьи. К 1982 году Кроя нагрянуло ФБР, и он стал до паранойи бояться, что его подставят его люди, и возможно убьют из соображений собственной безопасности. Рой действительно попал на карандаш к ФБР. Он открылся об этом Ричарду, и все ему рассказал. Ричард же так и не забыл, как Рой его избил. И теперь, когда Рой был бесполезен, Куклинский не хотел, чтобы его поймали, из-за его связи с Роем. Поэтому, по некоторым данным, или сам Куклинский убил его, или сдал его местоположение боссам мафии, которые и разобрались с ним. Но, как бы то ни было, его машина была расстреляна, и был убит он и его водитель. К 1980-м Ричард стал независимым убийцей. Был связан с наркотиками и порнографией, продажей оружия, отмыванием денег и заказанными убийствами в самых разных частях мира. Спустя многие годы совершения убийств, Ричи создал свою преступную группу. Но потом отравил всех участников этой группы, добавив яд им в еду. Полиция смогла связать эти убийства с Ричардом. В течение шести лет детектив Пит Кейн пытался поймать Куклинского. Он знал, что Ричард убил сотни людей, и справедливость должна была восторжествовать. Ричард тоже кое-что знал о справедливости. За всю свою преступную карьеру он убил двух человек, которые хотели изнасиловать маленьких мальчиков. Также он спас группу детей, которых собирались продать с целью сексуального рабства. И еще однажды ему заказали убийство насильника, которому он отрезал гениталии, снял кожу и вспорол живот. Он выбросил почти мертвого насильника в окно и наблюдал, как он ползет по улице в агоне. Ричард действительно ненавидел тех, кто насилует и издевается над детьми. Это подпитывалось за счет ненависти и презрения к собственному брату и его поступкам с маленькой девочкой. Эта ненависть к нему глубоко зафиксировалась в нем. Он также никогда не убивал женщин, только если бы она сама не была убийцей. В полицейских участках давно были наслышаны о криминальной деятельности Куклински. Но только они никак не могли взять его с поличным. Куклинского не раз задерживали по подозрению в убийствах, но доказать его причастность к ним не удавалось. Все благодаря его ледяной технике. Именно благодаря ей было невозможно установить точное время смерти. Но рано или поздно он должен был начать делать ошибки. И в конце декабря 1982-го в отеле Норд Бергени нашли разложившийся труп Гэри Смита, подельника Куклински по угонам. Смит был отравлен цианидом и задушен. Тело пролежало под матрасом 8 дней, и в номере успели пожить 5 человек. Потом еще были аналогичные случаи, и все тела напрямую были связаны с Куклински. Он был последним, кто видел этих людей живыми. В 1985 году была создана следственная оперативная группа, которая уже вплотную занялась разработкой Ричарда Куклинского. А в ближнем окружении киллера был внедрен специальный агент Доминик Полифрон. Кроме того, детективы сумели завербовать приятеля Куклински, Фила Солимана. По их заданию Солиман встретился с Куклински и сказал, что для него есть новое задание. Встреча и беседа записывались. 17 декабря 1986 года Ричард должен был встретиться с Домиником с целью покупки цианида для запланированного убийства. Записав весь разговор, полиция смогла арестовать Ричарда через два часа после встречи. В его машине было найдено оружие. Барбару также задержали за попытку помешать аресту Ричарда, так как она не могла поверить в преступную карьеру мужа. Обвинение предъявило Куклинскому пять пунктов об убийстве. Попытках убийства, ограбления и попытках ограбления. В 1988 году суд присяжных признал Ричарда виновным в шести убийствах, так как все обвинения базировались только на показаниях внедренного агента. Ричард был приговорен к пяти пожизненным срокам. При этом он не имел права на досрочное освобождение, пока ему не исполнится 101 год. Я очень ценю, что вы нашли время и поговорили со мной. Наверное... Я самый одинокий человек в мире, потому что у меня нет ничего, на что мне было бы не все равно. Но у меня не может быть друзей. Я не могу завести отношения. Я все потерял. Я потерял все, что было для меня важно. Все, что я хотел. Так как в моей жизни нет любви, мне нужно чем-то заменить ее. Я заменил любовь ненавистью. Постоянным напоминанием о ненависти. И что это вам дает? Помогает моей левой ноге идти вперед правой. Помогает двигаться дальше. В противном случае я бы просто где-нибудь осел. И у меня не было бы причины жить дальше. Все, что вам осталось, это ненавидеть? Это все, что осталось. Все, что для меня было важно, пропало. Все, что я любил, пропало. Все, что для меня имело значение, пропало. Поэтому только ненависть. Но ведь вы с этого и начинали. Тогда получается, я сделал полный круг. И пришло мое время умирать. В Барбаре копилась ненависть к Ричарду. И она заявила, что он способен на ужасные вещи. Но она даже не подозревала всех масштабов деятельности Куклинского за все эти годы. Пока Ричард находился в заключении, он не был лишен внимания. Интервью с врачами и телевизионными продюсерами. В результате вышло три документальных фильма. Одна книга и один художественный фильм, который весьма далек от реальности и представляет Куклинского неким положительным героем, заботящимся о своей семье. В фильме вообще отсутствует сын Куклинского и полностью отвечает формулировке, что все фильмы, в которых написано, основано на реальных событиях, этих самых реальных событиях, там всего 40%. Ричард мог свободно говорить о своей преступной деятельности и о том, что убил более 200 человек. Он долго и охотно общался с прокурорами, психиатрами, давал интервью кинопродюсерам и писателям и смаковал все подробности убийства людей. Кто ему не нравился, даже если этот человек просто в грубой форме попросил у него прикурить. В 2003 году Ричарда признали виновным в убийстве детектива Питера Калабро. За это он получил еще 30 лет лишения свободы. В 2005 году Куклинскому был поставлен диагноз болезнь Кавасаки и его перевели в медицинский центр Сан-Франциско в Трентоне, штат Нью-Джерси. Дело в том, что в скором будущем он должен был свидетельствовать на суде против босса мафии Гамбину. В этот момент Ричард начал высказывать подозрения семье и врачам, что его хотят отравить. Куклинский умер в тюрьме в возрасте 70 лет. 5 марта 2006 года. Через несколько дней после смерти обвинения с босса Гамбина были сняты. Без показаний Ричи не было никаких доказательств для продолжения судебного процесса. По просьбе жены Куклинского патолога Анатом провел повторное вскрытие Куклинского. Его заключение гласило, что киллер мафии скончался от естественных причин. Хотя до этого жена подписала отказ от реанимации супруга. Ну что ж, а сейчас поговорим о психическом статусе сегодняшнего моего пациента. Куклинского никак нельзя назвать счастливчиком Ричи. Брак родителей представлял из себя юношескую ошибку с полным отсутствием понимания перспективы совместной жизни. Также смешение двух культур и двух реальностей и моделей жизни и поведения, нравственных позиций поляка-отца и матери-ирландки. В результате мы видим, что мать была бы и рада развестись, и уйти. Но, увы, религия не позволяла ей этого. Далее в семье было четверо детей, трое мальчиков и одна девочка. Финансовые проблемы и личностные потребности родителей приводят к выпадам и вымещению агрессии. Изначально друг на друга, но только в отличие от отца мать могла выражать ее в молитвах и в общении со священниками в церкви. Но вот отец обращался к более примитивным и низшим уровням алкоголю и вымещению всей своей животной жестокости и ярости на детях, что и постепенно начинает деструктивно влиять на чистые и формирующиеся сосуды разума ребенка. И вот Ричи созерцает все это. Жестокость и нелюбовь к себе. Понимание, что ты сам по себе. Но внутри в нем оставалась надежда или шанс в виде старшего брата. Брата, который защищал. И был опорой, но отец убил его в гневе прямо на глазах у ребенка. И в разуме Ричарда отчетливо начал формироваться изуродованный мир. В конечном итоге отец уходит из семьи, оставляя детей наедине с религиозной матерью, которая сама не очень любила своих детей и лишь исполняла долг перед церквей, воспитывая их. И всю ответственность за своих отпрысков она стремилась переложить в руки монахинь и священника. Ну и теперь вместо избиения дома его избивают в гимназии. И плюс еще и обвиняют в греховности и насаждают их догмы и моральное убеждение в виде всепрощения. Естественно, что юноша начинает искать выход агрессии в виде зоосадизма. Ведь его мозг не знает другого метода решения проблемы, потому что в норме можно было обсудить переживания. Но в его случае ему удавалось выместить эмоции лишь через драку. Но нападать на ровесников или взрослых сил недостаточно. Поэтому, к сожалению, в его руки и попадали несчастные зверюшки. И вот мы имеем искореженного подростка, униженного по семейным обстоятельствам, по религиозным обстоятельствам, по национальности. Мир, где все его оскорбляют. И акцентируют внимание на его польских корнях. И подчеркивают его хрупкость и слабость. И благодаря несложных химических манипуляциям мы получаем озлобленного, закомплексованного ребенка, не имеющий ни единой родственной души в мире, с которой она могла бы быть сопричастной. И единственный способ успокоить себя, это трансформировать свою боль и агрессию в жестокое обращение со слабыми. И в конечном итоге это выльется в первое убийство хулигана. И осознание того, что подобная жестокость успокаивает его и делает более гармоничным. Побег от матери стал финальной точкой преображения, обрубающая в нем любую связь с прошлым. И начало становления того самого Айсмена. У Ричарда мы можем видеть два элемента психических нарушений. Это диссоциальное и параноидальное расстройство личности. Я уже давно веду с вами дебаты о том, рождаются ли психопатами или ими становятся. Друзья мои, ими становятся. Да, действительно, у людей с расстройствами личности имеются нарушения нейрохимического баланса в мозге. Но если верно скорректировать модель воспитания, сформировать комфортную среду и объяснять те чувства, которые переживает ребенок, и сделать акценты на прокачке эмоций, тактильной и нравственной чувственности, то мы имеем высокий шанс реабилитировать и подарить ребенку возможность на адекватное будущее. Неужели вы настолько слепо уверены и можете предполагать, что изначально во всех заложено убивать животных, мочиться в кровать и желать извращенного секса? Ну, серьезно, окститесь. Да, эволюционно мы животные, но не настолько же. Если идти, отталкиваясь от вашей концепции, то дети Сливко и Чикатило и того же Куклинского обречены. Но что-то статистика нам об этом ничего не говорит. И Ричард, как никто, демонстрирует нам, что среда созревания лишила его какого-либо шанса на нормальное будущее. И, кстати, у Куклинского не было фиксации на сексуальном контакте. Коэтус был ему нужен для разрядки, как и всем нам. А со своей женой он занимался любовью, как она сама описывала. С взрослением он стал вливаться в мафиозные круги, где воспитание, естественно, было на уровне племенного строя. Выполняя приказы, получая поощрение. Собака Павлова в чистом виде. А так как он был агрессивным, для него это было только практикой и радостью. Выбивать деньги, демонстрировать силу. А затем он начинает общаться с киллером, который показал ему мир, разнообразие и возможности того, как и что можно совершить с человеческим телом. С момента убийства его брата в нем закрепилась и имела основу паранойя, которая была сплетена с религиозными догмами. О праведности и вежливости. Это я к тому, что он часто мог избить или убить человека лишь за то, что он просто ответил на его вопрос грубо. А за это Ричард его воспитывал, как воспитывал его отец. И не было в том вины Куклинского, что он был более жестоким и сильным, чем отец. А когда за убийство, то есть за то, что ему приносило вкус жизни и свободы, стали платить деньги, так это стало совсем идеальной моделью. И еще один важный момент. В одном из интервью он говорит о том, что он обожал, когда жертвы смотрели на него перед смертью и видели только его. Тем самым он нам говорит о том, что внутри было огромное желание быть признанным, понятым, и чтобы в нем нуждались. И вот так уродливо и отвратительно он становился важным человеком для многих людей и подпитывал свое эго. Касаемое семьи, его первый брак – это зеркальная история его родителей, нелюбящие, ненавидящие и ненуждающиеся в друг друге. Просто потому, что так говорит Бог. Но вот его второй брак и его любимая жена, которую он, будем объективны, принуждал и убеждал влюбиться в себя и быть с ним. В одном из интервью он весьма четко говорит, «Я объяснил ей правила игры и что без меня у нее жизни не будет». Правда, он не уточнял, что в этот момент он приставил к ее горлу нож и сказал, что убьет ее семью. Но, естественно, это совершенно другое. Как описывала его жена, он был двуликим Янусом, древнегреческим богом, со светлой и темной стороной. То он был самым любимым и заботливым, а то самым страшным и мерзким. И вот эта двоякость все же подчеркивала то, что где-то внутри него, в глубине, в самых закоулках Ричарда Куклинского, шла битва за человечность. Но так как вы уже посмотрели ролик до конца, вы понимаете, что эту битву он проиграл. В конечном итоге это просто трансформировалось в некую маску оправдания, что я делаю это ради семьи и зарабатываю деньги. Я не ради себя и удовольствия и разгрузки, а ради них, моих драгоценных детишек, дочек, сыночка и жены. Он даже умудрялся ревновать собственного сына к жене. Это собственничество, а не любовь. Глядя на его семейные фото, сложно представить, что после барбекю, или похода в церковь, или катания с детьми на карусели, глава семьи выходил на работу и безжалостно убивал людей. Только после ареста в объективы фотографов, наконец, посмотрело истинное лицо ледяного человека, маньяка и серийного убийцы. И вот это финальный этап превращения в монстра, у которого просто лопнула оболочка, окружающая его дым и аура мрака. И когда его поймали, мы сталкиваемся еще с одним проявлением психопатии, лживостью и квирулянством. Он начинает допридумывать свою жизнь и дорисовывать себя, перед нами горцуя и красуясь. Но давайте будем объективны. Я могу поверить в 100 убитых, но никак не в 200 и большее количество жертв. Действительно, он был профессионалом, и это отмечали многие члены мафиозных кланов. Но то, что он начинает допридумывать все эти события, которые так и не находили подтверждения в реальности, и вот это уже в нем говорило пограничное расстройство личности, его паранойя и стремление быть заметным, и чтобы его запомнили. Да, он монстр, но монстр, гиперболизирующий свою значимость и свои преступления в нашем общественном фольклоре. Но при этом он обладал нравственным стоп-краном, весьма кривым, но рабочим стоп-краном. Он не убивал женщин и не допускал насилия над детьми, что постоянно ему напоминало о братье-мерзавце и насильнике. И доброта, и очаг в семье, и любовь, и забота к жене, ведь супруга долгое время не могла поверить, что милый Ричи был способен на такое. Но все же он был слабее, и стоп-кран не удерживался долго. На его светлой стороне. И в конечном итоге он переносился в мир боли, крови и страданий. Можно ли ему было помочь? Конечно, да. Но это нужно было делать сразу. Такого ребенка нужно было забирать из семьи, передавать в раннем возрасте, в хорошую среду, вместе с братом, которого еще не убили. Но, увы, вновь не в этот раз и не в этой семье. За каждой сотой дверью живет чудовище. Из тех, что пожирает людей. Вы спросите меня, откуда берутся эти чудовища? И ответ будет чертовски прав. Чудовища являются порождением, других чудовищ. На сегодня все. Но перед тем, как попрощаться, я хотел бы обратиться к каждому из вас. YouTube больше не монетизирует подобный контент. И если вы хотите видеть такие ролики намного чаще, то вы можете поддержать нас финансово по ссылке в описании. Спонсоры сегодняшнего выпуска... Спасибо за ваши пожертвования. Также особую благодарность я хотел бы выразить иллюстратору сегодняшнего выпуска. Иллюстрации просто безукоризны. Они в каком-то комиксном стиле. Ссылка на иллюстратора в описании. Также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и пишите в комментариях свое мнение о сегодняшнем моем подопечном и о ком бы вы хотели услышать в следующий выпуск. В ожидании грядущих роликов вы можете посмотреть другие проекты на моем канале. Спасибо, что досмотрели до конца. Меня зовут Фауст 21 века. И помните, мир, он не такой добрый, как вам кажется. Редактор субтитров А.Семкин